Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Продолжаем играть в ферму. Как обычно, наверное, погнали смотреть, что у нас происходит. Во-первых, у нас созрело два поля. Это поле с соевыми бобами. Они, в принципе, уже давно созрели. И поле, на котором у нас растет что? Овес. Овес? Ячмень. Все правильно. Я уже испугался, что овес опять засеял случайно. И рис у нас тоже созрел здесь. А вот соседнее поле, на котором растет у нас просо и мак, оно не созрело. Эти культуры растут дольше. А мак так даже на финальную стадию роста не вышел. Также, как видим, 64-е поле, друзья. Тут росла у нас свекла. Я ее убрал и засеял все коноплей. Правда, видите, вот такой вот кантик есть справа. Короче, у меня чизеля работали без прохода по кругу, а сейлка с проходом по кругу. Короче, там чуть-чуть будет не засеяно. Хотя трактор еще не закончил сеять, но там будет вот такой кусочек не засеяно. Пофиг, не важно. И, друзья, скоро у нас пойдет дождик. Поэтому надо ставить уборку, чтобы то, что у нас есть, мы собрали и все было бы хорошо. Ну и вот, друзья, уборочка у нас пошла. Два комбайна отправили сюда на ячмень, на рис. И один комбайн у нас убирает эсфоевые бобы. Вообще, друзья, сегодня планы у нас были поиграться с нефтью. Но, походу, не поиграемся. Потому что, если мы придем на заводе, где у нас делаются вот эти вот наши буры, нефтяные насосы, то его, в общем-то, сделалось только 2625 литров. А надо 5000. Он объемом 5000. Может быть, к концу серии и дойдем до этого. А может быть, я ее буду записывать 500 часов, и тоже сегодня в эту серию это все попадет. А с другой стороны, надо сюда еще моторы привезти. А сделались ли эти самые моторы? Одна штука. Ждем хотя бы, чтобы было две. Если они, конечно, производятся еще. Они производятся. Корпуса уже полностью сделались. Остальные детали заканчиваются. Хотя мы 4 куба привезли сюда. Ладно, пока пускай работает. Ждем тогда мотор. Еще один, чтобы два. Потом туда сразу отвезти. Я уже 6 штук туда отвез. Судя по всему, и этих два будет мало. Ладно, посмотрим. Это долгое дело. Больше суток уже, получается, делается. Также, друзья, мы запустили стройку пивзавода. Тут, я так понимаю, нет анимации стройки. Потому что, как только наступил первый процент, все вот это здание сразу же здесь появилось. А не так, как обычно, знаете, по одной стеночке. 26% выполнено. Так что, видимо, в следующий раз. Ну и, друзья, хлебобулочный завод у нас полностью достроился. Поэтому сегодня мы его запустим. Правда, не все линии, потому что у нас нет мака. И просто тоже нет. Что-то не запустим. Ну да ладно. Так, друг, а давай-ка мы тебя отправим на моторы. Едь туда и жди. Когда они сделаются. Также, друзья, кстати, я говорил, что нужно насобирать 10 тысяч. Контрактами трохи насобирал. Плюс еще сейчас вот выполняется поле 70 культивация. Плюс есть два контракта на лук. Таких тоже неплохих. С хорошими остатками будет. Но я их оставлял на дождь, чтобы было чем заниматься в дождь. И, в принципе, есть контракты на посев. Тоже неплохие. Но сейлка наша сейчас занята. Вот тюкование, блин. Вот знаете, жаба душит. Вот так впадло его делать. Но посмотрим. Может быть, потом сделаю тоже. У коровок у наших, кстати, тоже все хорошо. Лошадки уже 23%. Также в поисках денег я, друзья, отвез еще немножко тюков сюда. Они закончились здесь. Пускай продаются. И чего не хватало, по чуть-чуть я закинул ягоды. Вот эти фрукты, овощи все сюда. И на кофейню Старбак. Так, чтобы оно продавалось потихоньку, чтобы все работало. Но, честно говоря, уже я устал эти поддоны возить. Поэтому, скорее всего, я забью. Просто сейчас прям нужны деньги. Ну и, друзья, еще самое интересное, я не сказал. Это поле со свеклой было убрано. 64-е. Значит, смотрите. На элеваторе 10 миллионов свеклы у нас. И плюс, друзья, вся наша техника, которая у нас есть, тоже забита свеклой. То есть, вот этот вот прицепчик на 3 миллиона раз. Итого 13 миллионов. А плюс наших 2 грузовика по 500 кубов. То есть, 14 миллионов. А плюс вот эти вот маленькие прицепы на кубов 200 здесь еще есть. Плюс грузовик на 270 кубов. Плюс еще один грузовик я взял в аренду на 270 кубов. Плюс я еще в аренду взял еще один трактор на 3 миллиона. То есть, всего у нас где-то 18 миллионов свеклы. И 17 из них мы продадим. Поэтому смотрим, где мы будем продавать ту самую свеклу. Тут уже важно... Черт, она вообще капец дешевая. Порт Фиджеральд по 138 евро за куб. Маловато. Но что поделать? Значит, что мы делаем? Вот этот товарищ у нас едет с нашего элеватора, забирает свеклу и везет ее на Порт Фиджеральд. Три раза. То есть, там лежит 10 миллионов. Он три раза оттуда съездит, по три заберет. Останется один. Пускай остается. Ну и, соответственно, вот эти 3 миллиона он тоже сначала предварительно съездит, продаст. Так что, давай, друг, поехал. Ну, а все остальные просто едут разгружаться на Порт Фиджеральд. После чего едут и паркуются на базу. Трактор туда тоже едет. Ось, парковка, сейлка. Уже закончился посев. Отлично. Да, кто-то продаст совсем мало и будет у него совсем маленький доход. Но ничего страшного. Ты давай тоже погнал, Джесси Бишка. Ты, друг, тоже погнал. Ты, друг, тоже погнал. Ты, друг, тоже погнал. Ты у нас аренный. Давай ты потом у нас вернешься тогда в магазин продажу. А вот ты, друг, не полный. Но почти полный, ладно. Ты у нас тоже едешь на Порт Фиджеральд. Погнал. Как много техники, поехал сразу работать. Но они быстро справятся. Кстати, друзья, я вспомнил, что нам же нужен мед для пива. И я примерно знаю, как его получить. Но вот точно не знаю. Да, друзья, нужно поставить пчелиный домик. И нужно поставить производство пчелиных ульев. Соответственно, пчелиные улья мы привозим доски, эпоксидную смолу и гвозди. А потом эти самые улья привозим в пчелиный домик. Как-то так. И будет у нас мед. Давайте поставим. Только вопрос, где? Можно поставить сюда, ко всем животным. Знаете, вот такая вот полянка есть, неплохая. Около фермерского рынка. Почему бы и нет. Люди будут приходить на рынок и их будут кусать пчелы. Хотя, да, я знаю, что пчелы не кусаются просто так. Что у нас, кстати, на золоте? У нас вода забилась, которая... А нет, это галька забилась. Черт. Но сейчас у нас транспорт освободится. Что-нибудь перевезем сюда. Кстати, первый перецепт свеклы пошел продаваться. Посмотрим сейчас, сколько будет денег за 3 миллиона свеклы. Но я боюсь, что не очень много. Или вот эту полянку использовать. Почему бы и нет. Давайте вот эту, действительно. 103 тысячи доход от продажи урожая. Я понял. Его кто-то подпихнул в строкотан. Потому что там есть очень нетерпеливые товарищи. А не, все, он начал открываться. Да, видите, грузовик подъехал и у него закрылось. Я понял. Тут сейчас пробка на выгрузке уже будет. 313 тысяч плюс еще 100 с копейками. 400 тысяч за такой прицеп. Таких прицепов примерно 5. То есть 2 миллиона примерно. Примерно 9 миллионов. Может быть чуть больше у нас будет по итогу. А может быть и чуть меньше. По итогу после продажи всей свеклы. Ну ладно, пускай продают. В общем-то пока они тут развлекаются. Давайте мы, друзья, поставим... Блин, техники в работе много. ФПС упал. Да еще и на базе стоим. Ну ладно. Давайте, друзья, поставим сначала производство пчелиных ульев. Я же надеюсь, оно маленькое, это производство. Маленькое. Что вот здесь, это идеальное место. Если его всунуть, например, вот сюда. Пойдет. Так надо будет потом закрасить. Пчелиный домик. Они прям вообще маленькие. Может быть их несколько поставить. Я вот не знаю, рядом, не рядом. Давайте 3 штуки. Не знаю почему, вот хочется 3. Раз. Ладно, 2. Пускай вот так вот 2 стоит. Хватит. Значит, сюда нужно привезти просто улей. И на выходе мы получим воск. Воск, кстати, тоже можно продавать на фермерском рынке. Сюда нужно привезти доски, смолу и гвозди. Досок 1 поддон влазит, гвоздей 2 поддона. Эпоксидной смолы 2000 литров. Как ее сюда 2000 литров привезти, я без понятия. Видимо, в жидком виде. А остатки выгрузить на склад. Тогда ты едешь у нас на клей-загрузка. Мы тобой загрузим эту самую эпоксидную смолу. И нам надо забрать еще доски и гвозди. Я, кстати, склад опустошил. Ну, не опустошил, но мало ресурсов стало. Надо будет потом обратно все перевезти сюда. Так, вдруг, нам нужны от тебя гвозди. 4 поддона. Бздынь. Давай, выгружай на платформу. Запрыгнули. И ты у нас тогда поедешь на лесопилку. Просто на лесопилку. Давай, погнал. Да, много чего отсюда вывезлось, конечно. Я думаю, что завод чипсов, которым мы будем строить, тоже много ресурсов будет жрать. А мы тем временем прибываем на клеевой завод. И эпоксидная смола у нас есть. Отлично. Надо это производство, походу, запустить будет. Заезжаем, паркуем этот грузовичок сюда. Заполняемся эпоксидной смолой. И говорим ему ехать на базу. Там мы его как-нибудь сами разгрузим. Тем временем и товарищ у нас на лесопилку приехал. Нам отсюда надо забрать два поддона с досками. Как раз запускаем это производство еще раз. Надо бы на склад эти доски-то увезти. Ну ладно, потом. Эти самые поддончики просто вот так вот две штуки кладем на платформу. И закрепим их ремнями. Пойдет. Криво-косо, но пойдет. Как раз первый приехал на базу. Сейчас мы этого отправим. Давай, друг, едь туда. А мы перехватываем вот этого товарища. Что перехватываем? По-моему, приехал уже сюда. И выгружаем вот сюда смолу. Так, а почему я четыре выгрузил и два? Потому что я лох. Я думал, что мы поставили два пчелинных домика, и значит надо всего по два. А вот эту штуку-то мы и один поставили. Я понял. Ладно. Ну короче, два куба выгрузили. Ну и тогда выгружает все дело на склад оставшийся. Никита Лошара, я понял, да. Ну тогда, друзья, эти поддоны мы оставим здесь. Бросим. Выгрузим сколько можно выгрузить. Остальное, ну, пускай лежит здесь. Получается, ты у нас лежишь здесь. Ты у нас тоже лежишь здесь. Ты у нас лежишь здесь. Потом, потом закинем. Такс, а тебя, а тебя мы тогда отправляем к гвоздям. Бздынь. Готово. Черт, вообще не с той стороны я стал. От слова совсем. Такс, второй поддон с гвоздями. Бздынь пошел. И поддон с досками. Досочки тоже у нас выгружаются. Ух ты, какая анимация. Ух ты. Даже, даже анимация. Даже человечек какой-то что-то делает. Прикольно. 4 тысячи литров в час улья у нас производится. Видимо, очень быстро. Ладно. Ну и что ж, друзья. Тем временем у нас появился мотор 203. Соответственно, две штуки выгружаем. Закидываем их. Я сказал, закидываем их. Алло. Вот. Закидываем их в прицепчик. И отправляем этого товарища в ближайшее место, где у нас они пригодятся. Нефтяные буры там, где делают. Также, друзья, у нас уже появились первые улья. Вот они стоят. Две штуки. Поэтому мы их сейчас берем и относим на наши пчелиные домики. Куда их сюда выгружать? Чтобы прямо внутрь запихивать, что ли? Да. И пчелки зашуршали. Кстати, можно много их сюда сразу выкинуть. А еще можно неполные эти поддоны забирать, что меня радует. Так, давайте вот в этот пчелиный домик тоже один улей мы запихаем. Все. Пчелки у нас здесь тоже загудели. Значит, будет у нас скоро мед. Производство 50 литров в час. Что-то как-то не очень много. Ну ладно, пускай делают. Надо было, наверное, раньше этим заняться. А интересно, а мед мы в жидком виде можем перевозить в нашей вот этой цистерне? Если да, то хорошо. Нет, меда здесь нет. Ну и ладно. И, кстати, у нас продается последний прицеп со свеклой. Сейчас он выгрузится. И в итоге мы узнаем, сколько денег нам это все дело принесло. Ну и, друзья, давайте, наверное, мы на этом закончим. За кадром у нас доубираются наши поля. На балансе еще плюс 400 тысяч 9 миллионов 285. Я очень постараюсь до следующей серии нарулить еще 1 миллион денег, чтобы купить участок. В крайнем случае, друзья, возьмем кредит. А что поделать? Кстати, еще копеечка, бздынь. И готово. 10 с половиной. Да, еще миллион нужен. Вот. Доубираем поля. В следующий раз тогда запустим производство булок. И запустим, наверное, нефть. И, может быть, еще что-нибудь тоже сделаем. И, чтобы не пропустить, в общем-то, следующую серию, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. На бусте сезон до конца уже можно посмотреть. И вообще всю карьеру до конца можно посмотреть. Ссылочка тоже в описании. Тем, кто поддержит на бусте, огромнейшие ребята вам спасибо. А слушайте, мед тоже появляется в поддонах, которые можно будет забрать. Отлично. Даже если они будут неполные, все равно заберем. Прекрасно. Хотя пока пивзавод построится, там уже насобирается меда нам. А в общем-то, что я говорил. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки.